Приветствую вас! Вы задали свой вопрос достаточно общим, и соответственно ответ на него будет тоже достаточно общий, потому что для конкретики, и я надеюсь, что вы это понимаете, нужно больше деталей, больше информации о непосредственно вас. Значит, вы пишете, что очень часто стали ругаться вы с своим мужчиной, и очень часто стали вы нервничать из-за, если я правильно понял, из-за всего, из-за каких-то моментов, которые вас раньше не раздражали. Значит, налицо, с психологической точки зрения, налицо у вас внутренний конфликт, налицо у вас тревога, налицо у вас, по сути дела, невозможность реализоваться так, как вам, например, этого или хотелось бы, или так, как вы считаете для себя нужным. То есть, по сути дела, идет энергия у вас, которая не находит, скажем так, правильного выхода. Эта энергия не находит правильного выхода, и вы реализуете ее через ругать. Нервничаете вы по той причине, по другой причине, нервничаете вы, потому что у вас не реализуется никак адаптивное поведение, скажем так. То есть, что значит адаптивное поведение? В данном случае вы пребываете в состоянии тревоги, когда привычные модели поведения, которые были у вас раньше, какое-то время назад, теперь перестали работать, перестали действовать, перестали удовлетворять, по сути дела, ваши потребности, и вы стали испытывать тотальную, тотальную недовлетворенность. Если мы говорим, значит, о тревогности, то необходимо проанализировать те обстоятельства, которые изменились у вас, и продумать адекватные, соответствующие модели в поведении, которые могли бы, ну так сказать, достойно встретить изменившиеся условия. Если мы с вами говорим о внутреннем противоречии, если мы с вами говорим о наличии внутреннего конфликта, то здесь ситуация складывается немножечко по-другому. А если мы говорим именно о наличии внутреннего конфликта, внутренний конфликт, это столкновение нескольких полисов, нескольких взглядов, нескольких точек зрения в вас одной. То есть, иными словами, две центробежные, две или больше центробежные силы столкнулись в вас. И этот конфликт своими собственными ресурсами, что, к сожалению, в данном случае очень важно, вы разрешить не можете. И именно поэтому, из-за того, что вы не можете разрешить данный конфликт или конфликт своими собственными силами, вы и ругаетесь, вы и ссоритесь со своим мужем, и так далее. Далее. Отдельно хочется сказать о причинах ругания с вашим супругом. Во-первых, с какого момента у вас начались ссоры, и почему они вообще стали возможны. Во-вторых, необходимо определить, чего хочет ваш муж, чего хотите, хотите вы. Это очень, 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 очень важный момент. Понимать то, чего каждый из вас хочет. Понимать то, чего каждый из вас желает. Отдавать себе в этом отсюда. Это очень важно. Надо сказать, что криками вы ничего не добьетесь. Надо сказать, что криком с криками вы только оттолкнете от себя, по сути дела, мужчину, и что дальше. И надо сказать, что если вы хотите сохранить свою семью, и самое главное, хотите сохранить свои нервные клетки, и хотите сохранить свое здоровье, то ругаться сможем бесполезно, потому что у вас уже образовались, по сути дела, привычные такие модели поведения, привычные алгоритмы поведенческие, которые просто-напросто не позволяют вам менять линию своего поведения. И для того, чтобы адекватно это сделать, необходимо вам сперва пересмотреть свою позицию, пересмотреть свое отношение к себе, к мужу, учиться лучше его понимать, повышать свою познавательную сложность, то есть видеть за его поведением что-то большее, и смотреть на ситуацию, может быть, исключительно через призму своих желаний и потребностей, хотя, безусловно, иногда и порой очень часто этого хочется. Может быть, имеет смысл в какое-то время вам побыть раздельно, может быть, имеет смысл немножечко отдохнуть друг от друга, но факт остается фактом, вам необходима работа с психологом на достаточно серьезном уровне, потому что у вас довольно сильный внутренний конфликт, или даже не один, и плюс ко всему явная тревожность и неудовлетворенность. И причин у всего этого может быть достаточно много, и чтобы разобраться с ними, необходимо анализировать, что-то с вами происходит, необходимо узнать у вас, что это такая вот полноценная работа нужна для того, чтобы вам помочь. Очень общий вопрос, очень короткий вопрос, и даже в рамках форума, даже в рамках ответа на вопрос, нельзя больше ничего добавить, потому что нет никакой информации. Спросите себя, хотите ли вы изменить свою жизнь? Спросите себя, хотите ли вы, чтобы она стала другой? Спросите себя, хотите ли вы, чтобы она, ваша жизнь, стала на путь улучшения, на путь развития? Если да, то тогда вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе, и начать с ним работать. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго, и удачи! Продолжение следует...